На первом этапе кандидаты проводили агитацию и представляли свои ролики с предвыборными программами, которые были размещены в школьных СМИ. И вот настал день, когда гимназисты приняли участие в самых настоящих выборах. О себе заявили три кандидата. Как рассказала директор седьмой гимназии Ольга Писарева, изначально желающих побороться за пост президента школы было больше, но в итоге остались сильнейшие. Это старшеклассники Анастасия Пронякина, Карина Карпенко и Глеб Малышев. У каждого из них были свои причины на соискание почетной должности. К нашему классу пришло предложение, чтобы выбрали кандидата от нашего класса и все остановили выбор на мне. И я решила, что это неплохой вариант, чтобы попробовать себя в чем-то новом, раскрыться для саморазвития. Это было бы неплохо. Я учусь в этой школе уже 9 лет, являюсь голосом гимназии, я выступаю на различных конкурсах и хочу также показать школе, что я могу не только петь, но и что-то более. Я знаю некие ошибки в нашей школе, которые я хочу, как бы сказать, изничтожить их, естественно, учитывая мнение остальных гимназистов. Взбирательная комиссия принимала бюллетени от всех учеников, начиная с начальных и заканчивая старшими классами. Свой голос за кандидатов также могли отдать педагоги и представители школьной администрации. Одно из направлений – это, конечно, развитие гражданского самосознания у детей, гражданского понимания, гражданской ответственности. Формы и методы существуют для этого самые разные. Но как бы подойти креативно к этому вопросу, мы задумывались с нашими педагогами, с Владимиром Владимировичем Кавгановым, учителем истории, и с некоторыми другими. И посмотрели, что самый лучший способ, наверное, будет провести это. И даже это не игра, для них это все серьезно, потому что Совет старшеклассников – это у нас давно существующий орган управления гимназией. Но вот как бы выбрать так, чтобы это коснулось каждого, мы решили провести самые настоящие выборы. В бюллетене напротив фамилии одного из кандидатов ребята должны были поставить галочку, а потом бросить официальный документ в урну. Большинство учащихся школы сделали свой выбор. Из 540 голосов 15 получила Анастасия Пронякина, 16 – Карина Карпенко, и с большим отрывом на выборах победил Глеб Малышев. За него проголосовало 63% избирателей. Выборы закончились, но впереди еще много работы. Теперь именно Глебу Малышеву предстоит отстаивать честь гимназистов на различных мероприятиях, бороться против неуспеваемости и развивать общественную активность учащихся. Мила Тросевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».